Ребята, привет! Я что-то уже по-эстонски начал говорить. С вами Алексей Грельков и наша рубрика, наша рубрика рейтинг. Что сегодня? Было голосование в группе, где вы проголосовали за пельмени. Этот обзор мы сделали и очень много пришло сообщений вконтакте, комментариев типа Лёш, пожалуйста, потестирую шпроты, хочется понять, что вкусно, что нет. Вередут праздники, может, Новый год уже не за горами, как-никак люди впрок запасаются. Поэтому сегодня будут шпроты. По поводу моего, скажем так, знакомства с этой штукой. Ем я ее крайне редко, ем я на праздниках. К Наташке, когда приезжаю, она делает хлебушек поджаривать, чесночком потерла, положила в шпротину, очень вкусно. Но я никогда не сталкивался с темой, что надо ехать в магазин и покупать шпроты, поэтому я не знаю, сколько они стоят. Я был очень удивлен, потому что разброс цен бешеный. То, что сегодня я взял, это минимальная цена 34, максимальная 206 рублей. Вот такая вот история. Я решил не брать слишком все дешевые. Мне хочется понять, есть ли какая-то разница от недорогих и дорогих шпрот. Но вообще, если глубоко копать, есть шпроты за 400 и за 500 рублей. Уж не знаю, с чем они там, с золотом, наверное, лежат. Я уж не знаю. Давайте пройдемся по тому, что мы сегодня взяли. А взяли мы сегодня первое. Это рыбный стандарт, вот такой вот. Номер один. Они прям так красавцы. Номер один. Скромненько, да? Скромненько. Очень скромненько. Да, по составу можете почитать. Кстати, ребята, я прислушался к вашему мнению. Я считаю, что оно правильно. Это конструктивная, хорошая критика, которую я люблю. Леша, давай что-то по составу говори, где что-то не очень, где-то что-то очень. Я поддерживаю вас. Теперь будем так делать. По составу единственное отличие – это старая Рига. Что со старой Ригой не так? В нем используется рапсовое масло. Что это такое? Я его лично никогда не видел, не пробовал, но погуглил и понял, что оно используется в основном в Америке и в Европе. И оно, по сути, диетическое. Не знаю, не знаю. В остальных подсолнечное масло. Больше никаких ешек, загустителей, ничего нет. По сути, натурпродукт. Следующее – это Stella Maris. Здесь у нас 190 грамм, 108 рублей. Вот такая вот удобная упаковка с виду. Есть открывашечка, что меня, несомненно, радует. Как и в первом экземпляре тоже. Не помню, сказал или нет, но в первом рыбном стандарте – 240 грамм. Дальше идет у нас старая Рига. Стеклянная баночка. Можно понять, как они выглядят. Не знаю уж, отличие или нет. Вот здесь как раз используется рапсовое масло. Выглядит неплохо. Старая Рига что-то когда-то где-то, может быть, слышал, когда был в Риге, может быть, даже пробовал. Не знаю. Вообще, шпротики я люблю. Скажу вам так. Главное, редко. Да, по поводу веса – 250 грамм. Следующее – шпроты в масле. Вы знаете, они почему-то даже не достоили как-то их назвать. Типа из серии, там, ну, рыбный стандарт номер два, например. Что здесь? Здесь 150 грамм и стоит эта баночка 34 рубля. Написано «sprotes». Я не знаю, наверное, это на рижском языке, потому что какое-то ударение на «д» стоит. Если несложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это значит. Наверное, это «sprоты» написано. Просто на каком языке, вернее, напишите, если несложно. В масле прибалтийские. А? И с другой стороны почитайте, а по-русски написано. А, шпроты. Наташа все знает. Ладно, хорошо. И заключительный клиент в нашем сегодняшнем рейтинге – это «Морская радуга». Как звучит? Тоже выглядит непримечательно, скажем. Вот последние две выглядят, если здесь как-то подзапарились, открывашки сделали. Здесь нифига, нужно сейчас идти будет за открывашкой и открывать. «Морская радуга» у нас 160 грамм, 84 рубля. Любопытно, любопытно. Мне интересно, как это все будет выглядеть и смогу ли я определить то, где что есть. По вкусу хотя бы, скажем так. Ну и по внешнему виду. Что мы сейчас делаем? Я ухожу. Наталья. Бежишь за открывашкой? Я забыл открывашку. Может, ты все-таки сходишь? Нет, ты бежишь за открывашкой, а я их потом раскладываю. А вот сейчас обидно было. А вот сейчас было обидно. Я пошел за открывашкой, пошел 10 минут отдыхать. Наташа сейчас все разложит по вот таким вот тарелочкам. У каждого присвоен номер. Я буду изредка это говорить, потому что многие, может быть, еще не знают, что это за рубрика и в чем ее суть. Все. Я потопал за открывашкой. Встретимся минут через 10 и посмотрим, сделаем визуальный обзор. А вот и я. Ну что, Наталья Валентиновна все разложила, так что я готов посмотреть. Но вот так при общем осмотре могу сказать, что некоторые экземпляры меня выбили из себя. Ну да ладно. Что у нас по номеру один? Выглядит это все вот таким вот образом. Сейчас мы понюхаем. Пахнет отчетливо. Маслом растительным пахнет. По рыбке. Она не переколбашена. Она, в принципе, цельная. Хотел сказать, живая. Да нет, она не живая. Что вполне себе, по-моему, выглядит. Давайте попробуем. Что это такое у нас? Так, рыба. Рыба, иди сюда. Здоровая какая. Чувствуется соль. Но она на такой, на грани уже. Вот если чуть-чуть добавить, и был бы перебор. Но, в принципе, в целом неплохо. Меня ничего не отторгает. На хлебушек я бы спокойненько такое бы положил. Экземпляр номер 2. Экземпляр номер 2. Здесь ее побольше такое чувство. Здесь масла, кстати, меньше, чем в первом экземпляре. Причем в разы меньше. Выглядит она неплохо. Ну, не одна к одной, конечно. Но, в принципе, такое чувство, что даже их по размеру собирали, что ли. Давайте попробуем. Кстати, по запаху. Ой, а вот здесь этим маслом вообще не пахнет. Если в первом экземпляре был явный-явный запах масла, здесь такого нет. Вот это приятнее. Я сейчас объясню, в чем. Она мягенькая, кости совсем не чувствуется. Здесь еще небольшие косточки были, такое чувство. Приятно. Второй экземпляр. Слушайте, я пока даже, наверное, первое место дам. Так, пока расставим так. Третий экземпляр. Давайте посмотрим его для начала. Ребята, ну что я вам могу сказать? Не хотел бы я быть этой рыбой. И вообще, конечно, выглядит это ужасно. Вот это вот... Я тоже немножко в ужасе. Это похоже на шпроты для собак. Есть такая тема? Нет, это похоже на братскую могилу. Братская могила, да. Знаешь, так кирку раньше в томате называли. Вы знаете, о чем пахнет? Ё-моё. Это точно законно есть такое? Банечки. Блин, вот это даже пахнет, честно говоря. Я консервы, конечно, собачьи никогда не ел. Но я думаю, что если они существуют... Ты мошачьи были. Не знаю, ребята, вы знаете, по запаху пахнет... Господи, а чем же пахнет-то? Ну, чем-то неправильным пахнет. И масло какое-то неправильное, темное. В общем, я надеюсь, я выживу. Давайте попробуем. Это не шпроты. Блин, возможно, это последний выпуск горельковых. Ну, это последнее место. Это, ребята, это... Вы знаете, при самом плохом разряде, я не знаю, что хуже может этого быть. Нет, это невкусно. У этого нету вкуса даже шпрот. Я не знаю, что это такое, но это и вообще... Внешне я не знаю, как это выглядит. Это последнее место 100% пока. Экземпляр... Господи, какие привкусы-то остались во рту неприятные. Экземпляр номер 4. Визуально давайте посмотрим, что у нас есть. Масло. Ну, здесь видно, что маслица есть. Его много достаточно. Его много. Но рыбка как к одному, блин, сделана. Вы посмотрите. Как будто их кастинг проводят на эту рыбеху. Выглядит неплохо. Слушай, как к одному? Слушай, нет такой тем у нас кастинга? Гешпрод. По всей видимости уже есть. По всей видимости есть. Нет, одна к одному. И очень-очень красивый золотистый цвет. Ну, давайте попробуем. Господи, надо заесть эту гадость. Да, это шпроты. Пожалуй, вот такие они должны быть. Ты заметил, там даже хвостиков. Нету хвостиков. И вы знаете, кость вообще не чувствуется. Соль вот прям вот вообще как надо. Вот по соли вопросов никаких нету. Очень круто. Мне очень нравится, что они одна к одному нет никаких хвостов. Прямо лакшери. Наверное, это самые дорогие. Я сделаю предположение пока. Я не знаю, что вот это, но меня просто до сих пор таращит от него. Номер пять. Номер пять. С виду. Масло. Значит, масло у нас есть. Но его, кстати, здесь очень много. Маслица здесь много. Здесь уже, конечно, с хвостиками. Хотя, честно говоря, мне хвостики нравятся. Здесь их нет. Это как-то по-богатому в четвертом экземпляре. Но все же, по осмотру она не переколбашена, это не братская могила. Да, хорошо выглядит. Так что давайте попробуем по запаху. Маслом пахнет, причем каким-то таким не шибко хорошим. Я в масле, конечно, не знаток, но как-то мне не очень нравится. Давайте пробовать. Ммм, а на вкус очень даже... Ой, слушайте, прям здорово. Ммм. Это второе место, сто процентов. Ой, не сравнится с четвертым, но вкусно. Причем на запах не очень, а по вкусу класс. Чувствуется масло подсолнечное. Блин, обалденно. Итак, что у нас получилось? Четвертое, пятое, второе, первое и третье. Но третье, ребята, я честно, я не понимаю, что это штука. Я просто не понимаю, как это вообще можно было делать. Я не знаю, что это. Я ухожу, Наталья Валентиновна будет расставлять и будем смотреть вместе, что есть где. Рейтинг составлен. Нет, вот это, конечно, вообще, ребят, ну просто. Ну я отдельно уделю этого времени, просто с вами пообщаюсь. Первое место, это Старая Рига. Второе место, это Рыбный Стандарт номер один. Третье место, это Стеллар Марис. Четвертое место, это Морская Радуга. И пятое место, просто Шпротус. И без названия. И без названия. Что, нужно что-то подытожить. Могу сказать, что, конечно же, ну, вы можете сказать, что я по виду это понял. Можете нет, но это действительно вкусно. Это заслуженное первое место. Это видно, что ребята запарились, почистили хвостики, все делали по красоте. Ну, мне, честно говоря, хвостики нравятся. Но вкусно идеально. Масло вообще не чувствуется. Чувствуется такая легкая-легкая масляная нотка. Рапсовое масло, походу, дело, надо попробовать. А по поводу второго. Вот это для меня откровение. Потому что стоила она у нас сколько? 119 рублей за 240 грамм. Это неплохой показатель по цене. Это недорого и это неплохо. Никакого пересола нет. Третье место. Вроде баночка такая красивая. Вроде бы и выглядит неплохо. И смотрится хорошо. Но как-то мне не очень. Это неплохое место. Третье. Но все же... Их там мало. Все же, да. Их, во-первых, мало. Во-вторых, я бы второй раз их бы не взял. Давайте еще раз посмотрим, что у нас по стоимости. 108 рублей, 190 грамм. Ну, вот как по мне, лучше, наверное, взять этого рыбного стандарта. Четвертое место. Это морская радуга. Вы знаете, здесь на грани пересола. Чувствуются косточки немножко. Нет. Я вот такое вот на хлебушек с чесночком не хочу получить. Ну и заключительное. Я вот реально боюсь, что вот это реально оживет. И просто сожрет нас с Натальей Валентиной к чертям собачьим. Как? Объясните мне, пожалуйста. Вот все. Я вот по поводу этого заканчиваю. Просто меня сейчас бомбанет. Я не говорю, как это можно продавать людям? Нет. Я понял, что это если бы продавали собакам, почему это тогда в нормальном отделе продается? Знаешь, у меня лежит другой вопрос. Что надо делать с этой рыбой, чтобы она так не будет? Ее надо мучить. Каторжно мучить? И я не понимаю вообще. Это просто какой-то на грани паштета перемолотого. Уж не знаю в чем. Наташа понюхала, говорит, техническим маслом отдает. Хотя не знаю, а где ты нюхала техническое масло, мне интересно. А вот это вот любопытненько, Наташа. Я первый раз шпроты зато с головой вижу. Да, шпроты с головой это сильно. Я не знаю, если не сложно. Напишите, пожалуйста, никого не хочу обидеть. Может быть, это ваши любимые шпроты. Ну, объясните, чем они вам просто нравятся. Может быть, я действительно что-то не понимаю. Они, конечно, и стоят 34 рубля. И можно, как бы, купить... Сколько там можно купить? 6 банок, и это будет килограмм этих шпрот. Но кто это будет есть? Кому это надо? Кто за третий? Может быть, конечно... Не, ну лучше, потому что тогда совсем не делали. Вот, да, вы знаете, на уровне того, что лучше, наверное, вообще ничего не делать. И делать, я не знаю, банки. Делайте, производите просто банки. И в них там, не знаю, продавайте банки. И все. Я не понимаю, зачем это. И это продается в магазине... Я покупал в ленте. Ну, а лента почему не следит за этим? Ну, посмотрите, что это такое вообще? Ну, зачем это покупать? Может быть, действительно, если это для... Чего-то другого, конечно, делается. Я не знаю. Мне внешне они просто пугают. Мне кажется, что это реально хрень сейчас оживет и просто ужас будет какой-то. Это... Если бы был рейтинг топ-50, я уверяю. Ну, хотя я же еще не тестировал. Я знаю, что есть еще дешевле. Я даже видел еще и за 23 рубля. А мне теперь просто очень любопытно. Что же там за хрень такая в этих банках? Ну, это не рыба. Это какая-то, не знаю, пьявки какие-то ужасные. Все, рейтинг составлен. Могу сказать, что я сделал выводы. Но для меня открытие... Сегодня это номер два. Русский стандарт номер один. Очень неплохо, недурственно. Неплохо. Неплохо. И за такие денежки можно купить 100%. Старая Рига дороговато. Дороговато, но... Потратиться можно. Вот можно же. На Новый год такую баночку попалывать. Но здесь, вы знаете, здесь масло вроде бы есть. Но здесь и киньки. Но у нее вес хороший. В принципе, 50 грамма на весе. Ну да. В принципе, за 250... Нет, нет, нет. Здесь и вес, да. В принципе, по соотношению цены здесь просто побольше тогда будет. Вы не купите там вот этих шпреты с 10 банок. Купите просто одну, ну хорошую, ну и не обломаетесь. Ребятоньки, вот такой вот получился рейтинг. Как всегда, жду от вас. Пальцы вверх, если понравилась рубрика. Пальцы вниз, если, естественно, не понравилась. Или вы с чем-то со мной не согласны. Как всегда, пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть в этой рубрике. Я так мониторю, все мониторю. Да и буду в группу ВКонтакте закидывать эти, как они называются, опросы. Вареники люди хотят потестить. Да и без проблем, замутим. А я блинчики. Блинчики, да. Она даже мне с утра еще не выдала эту идею к блинов сделать, ой, сделать, потестить. Так что все читаем. Всех любим. Всем хорошего настроения. С вами был, как всегда, Алексей Грильков. Подписываемся на наш канал на Ютубе. Подписываемся на лайв-канал. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока. Куда пошел? Иди, последнее место выбрасывай. Меня сейчас сожрет. Последнее место, если я подойду к нему.